Приветствую всех, с вами Ленкин и добро пожаловать в лучшую стратегию 21 века Supreme Commander Forged Alliance. В этом видео поговорим о расах, о выборе рас для новичков. Я постараюсь объяснить, какие расы чем отличаются и в основном буду говорить о лучших сторонах этих рас, а также буду упоминать некоторые из минусов. Здесь расы отличаются в Supreme Commander не так сильно, как в Старкрафте, где там есть совершенно уникальные механики, абсолютно разные юниты и так далее, там способности. Здесь в Supreme Commander в основном все друг на друга похоже, но все равно имеется ряд достаточно серьезных отличий. Начнем с командиров. Я буду показывать по одной расе сначала ОФЗ, потом Эон, потом Кебран и Серафим. Для того, чтобы вы могли как бы не в кучу все мешать, а по одной расе для себя выделять. Начнем с ОФЗ. ОФЗ можно, если можно было бы охарактеризовать одним словом, то это, наверное, было бы ХП, много ХП. Командир ОФЗ самый толстый, самый жирный у него. Тысяча до 12 тысяч ХП, ну, сразу можно забегая вперед, да, это не такая большая разница с самым дохлым. У Кебранского командира, если мы возьмем свежего, есть тысяч ХП всего лишь. Заводы также очень мощные по сравнению с теми же самыми дохлыми Кебранскими. Видите, почти что там на более чем на 30% здоровее. Командира есть... Сразу уже пройдемся по апгрейдам командира. У командира есть такой уникальный апгрейд, как Билинюка. Это такой дорогущий апгрейд, который устанавливается в слот на спине командира. И сначала апгрейдится в тактичку, да, у командира, а потом уже подъявляется доступ к Билинюке. Это такая мини-ядерная ракета, которая выпускается достаточно большое расстояние и наносит достаточно существенный урон. Причем нет... У врага нет оповещения о запуске такой мини-ядерной ракеты, что, конечно же, приятно. В то время как из обычной шахты, когда ядерная ракета вылетает, то есть звуковое сообщение. То есть замечен пуск ядерной стратегической ракеты. Ну, о всех апгрейдах я говорить не буду. Буду говорить именно, вот как я сказал уже, о самых выделяющихся. Т-1 бомбардировщики. Т-1 бомбардировщики, к этому товарищу попозже вернемся. Имеет самый большой разовый урон. Ну и при этом он наносится со временем тоже. То есть видите, напалм потихонечку горит. Ну и также в ОФЗ бомбардировщики самые плотные. У них 215 хп. Про заводы сказал. На Т-2 стадии у них есть отличительная черта. У них есть боевой инженер. Такого нет ни у одной другой расы. Этот боевой инженер имеет большее количество хп. У него больше скорость передвижения. У него больше билд пауэра, чем у Т-2 инженера в полтора раза. У Т-2 инженера 12, у этого 17. Также у него есть пулемет. У него есть радар. Также у него есть генератор. Генератор помех. То есть если вражеский радар будет... Ну увидит... Если в зону вражеского радара попадет с парки. То вместо одной наземной точки он увидит сразу же по-моему 5. Такая же фишка есть и у Т-3 штурмовика и у Т-1 фрегата. Враги будут видеть вместо одной точки сразу же несколько. Вот. И также на Т-2 стадии у них есть отличительная черта. Это дроны. Инженерные дроны. Они не такие выгодные по соотношению цена к билд пауэру, как инженеры. Но тем не менее, они достаточно быстро передвигаются и у них достаточно такой внушительный билд пауэр. Плюс их можно проапгрейдить и вместо одного дрончика на инженерную станцию бы сразу же два дрончика. Похожая тема есть у Кибран, но к ним мы вернемся позже. Причем дроны кстати могут летать на неограниченную дистанцию. Далее. Т-3 стадия, как я сказал про штурмовика, у него есть генератор помех, он тратит 25 энергии в секунду. Ну и может на себя иногда на эти ложные цели вызывать огонь, что конечно же приятно. Потому что ПВО юниты обычно обладают очень мощным ДПСом. Т-3 штурмовик у ФЗ самый сильный по ДПСу. Ну и получается по соотношению цена-качество. Хотя Эонский вроде подешевле, но в общем-то считается, что он самый сильный. Реведжеры. Реведжеры это уникальный Т-3 турель, который есть только у ФЗ. У всех остальных рас только есть Т-2 турели. Соответственно реведжер, у него больше ДПСа, радиус стрельбы больше. И у него есть, то есть он стреляет не постоянно, он стреляет залпами. И залпы наносит достаточно существенно урон. И очень хорошо помогает отбиваться от каких-нибудь штурмовых эксперименталов. Типа колоссов, пауков, мегалитов и тот. Также у ФЗ самый плотный и самый не ДПСный, самая большая альфа дэмэдж. То есть разовый урон у Т-3 штурмового бота. Это Персиваль. Но при этом он самый медленный. Он достаточно редко стреляет, но у него огромный урон. 1650. Также уникальным является у ФЗ то, что у них есть Т-3 транспортник. У Т-3 транспортника очень много ХП. 4 500 и 3000 ХП считающего. Плюс есть неплохое ПВО, которое может позволить отбиться от 1-2 истребителей. Ну и также у него достаточно приличная вместимость. Примерно в 2 раза больше, чем у Т-2 транспортников. Тех же, например, у ФЗ. Далее. Есть эксперименталки. Эксперименталки. У них достаточно такие тоже уникальные. Во-первых, толстяк выделяется среди всех УФЗшников тем, что, в отличие от других юнитов, у него меньше всех ХП вообще. То есть это эксперименталка с самым маленьким количеством ХП. Но при этом у него самый большой радиус поражения. Вот эта вот желтая полосочка. Это радиус поражения. Он стреляет на стороны G. И позволяет осаживать бункеры противников. Позволяет заранее атаковать надвигающиеся эксперименталки врагов. А также он в целом может строить Т-1, Т-2, Т-3 юнитов. И может на себе заправлять еще истребители. Такой многофункциональный. Но, как правило, его используют только для... Его основной цель это осада. Ну или защита от эксперименталок. Ну и при этом он еще тоже заметит. Стоит самый медленный из экспериментальных передвижных юнитов. Но вакс это тоже единственное в своем роде спутниковое оружие. А он находится в недосягаемости для воздушных юнитов. У него не очень большой ДПС. Но при этом он фактически неуязвим. То есть при этом он еще дает неплохой радиус радара. Вот видите, голубенькая полосочка вокруг. Все, что будет в этом радиусе, будет подмечено какими-то наземенными воздушными целями. И также у него есть омни-сенсор, который позволяет определять даже юнитов, которые скрываются. У которых есть оптическая и радарная невидимость. То есть стелс. Очень хорошая штука. Я его называю таким скальпелем. То есть у него невысокий урон, но при этом, допустим, какие-то открывшиеся постройки он может хорошенько вырезать. Ну и в целом, если он будет долго стрелять по какой-то эксперименталке, то он может ее безнаказанно убить. Например, того же паука. У него 250 урона в секунду примерно. Есть также очень популярная эксперименталка. Это Мавр. Самая мощная артиллерия в игре. Стреляет дальше всех, но, как правило, этого особо не заметно. Потому что в основном играются карты в Супримке, которые... Ну, в общем, не приходится использовать такую характеристику, как дальнобойность. Обычно все эксперименталки, такие артиллерии, экспериментальные артиллерии стреляют через всю карту. Но у него очень хороший разовый урон. 16 тысяч, это самый большой разовый урон от снаряда в игре. Очень хорошая точность, самая высокая. Вот, поэтому именно ради Мавра часто просят технологии ОФЗ. То есть можно передавать юнитов в игре. Поэтому часто просят, допустим, Т3 инженера ОФЗ, чтобы построить своего Мавра. Про флот немножко поговорим. У ОФЗ считается самый сильный Т3 флот. У них есть боевые линейные крейсеры. Естественно, боевые. У них самый высокий ДПС за стоимость среди Т3 юнитов. У них 750 ДПС, при том, что они стоят 7 тысяч. И у них есть самый дальнобойный и самый, конечно же, живучий линкор. Он не живучий, у него больше всего ХП. Будем так и называть, самый жирный. 50 на 1000 ХП. У него тоже очень хороший разовый урон. Но очень большая перезарядка. И также есть... Ну, конечно, на Т2 стадии у них есть отличительная черта. Единственные морские щитовые лодки. В отличие от каких-то наземных передвижных щитов, как у Серафим, да, вот эти, которые тоже в целом могут передвигаться по воде за счет того, что они парят. Они ховерные. У этих щитов просто гигантский радиус покрытия щитом. Также у них есть такая эксперименталка, которую не очень часто используют. Это Атлантис. Атлантида она по-русски. Это подводная лодка. Много ХП. Она является, кстати, самой дешевой подводной лодкой. Эксперименталка, точнее. Тоже может строить, как и толстяк, но уже воздушных юнитов, а не наземных. Также может перевозить себе истребители... Ну, перевозить себе любые воздушные юниты, кроме транспортников. Также у нее есть хорошее ПВО. Есть хороший радар. Но в целом это больше юнит поддержки. Потанковать. Дать вижен. Возможно, вычинить истребители. Да, то есть, именно в плане починки можно использовать. Ну, и также она может нырять под воду. Ну, и... Чаще, наверное, используется, как какая-то такая жирная подводная лодка, которая танкует и сама наносит урон уражским кораблям. Ну, на этом все в целом про ОФЗ. А, ну, забыл, конечно, про Сакушку. Сакушки, конечно, у них есть, как и у всех раз, боевые апгрейды. То есть, там, которые добавляют урон, добавляют дальность стрельбы, скорострельность, добавляют ей щит персональный. Но вот именно на базе часто Сакушку используют как дополнительная защита. Как видите, у этой Сакушки 52 тысячи хп на щите. Купол сам себе по себе не очень большой, но часто его используют именно для прикрытия каких-то важных, дорогостоящих экспериментальных юнитов. Типа Мавра. Которого вам бы очень не хотелось потерять. Ну, если сравнить, допустим, с самым мощным щитом серафимским, у серафимского щита 21 тысяча хп. В то время как у Сакушки ОФЗ 52 тысячи хп. Вот. Далее. Есть раса Эон. Чем отличается Эон? Одним словом, если, то это будет, наверное, урон. Эон-урон. Как-то так. Командир. Чем отличается? У него есть сразу же два апгрейда на... Ну, таких дешевых апгрейдов на пушку. Одна увеличивает скорострельность. Вторая увеличивает дальность стрельбы. И причем скорострельность, как и у всех, увеличивается в два раза. Ну, если не считать ОФЗ, у него апгрейд, можно сказать, как у всех, но у него просто урон увеличивается в два раза, а скорострельность остается той же. Вот. Ну, у Эонса, у него самая большая отличительная черта, то, что он стреляет немного дальше, чем другие командиры с апгрейдженным именно стволом. Вот. Можно сравнить. Вот красная линия обозначается... Ну, вот самой дальней красной линии обозначается дальность пооружения ОФЗ. И желтый Серафим Эонса. Как видите, есть небольшая разница. Буквально в 5 ранжин, но это часто позволяет хорошенько кайтить оппонента, не давая стрелять по себе. Вы можете безнаказанно расстреливать его. Перейдем к Т1 юнитам. Они достаточно особенные у Эон. Разведчик. Разведчик у них ховерный, то есть он может передвигаться по воде. Плюс он самый быстрый. Ну, и при этом стоит всего лишь 8 массы. У него есть очень слабая пушка, которая наносит там 1 урон в секунду приблизительно. И... Ну, самое, конечно, важное, что он быстрый и передвигается, может передвигаться по воде. То есть он ховерный. Т1 танк очень сильно отличается от других рас. У него меньше всего хпс, 155 всего лишь. При этом он тоже ховерный, что немаловажно. На многих картах есть вода. При этом у него самый высокий рейндж среди Т1 танков. Который достаточно сильно отличается от других танков. И при этом этот рейндж еще больше, чем у командира без апгрейда на ган. И это позволяет авроркам тоже кайтить командиров без апгрейдов в начале. Позволяет рейдить через воду. Но они очень уязвимы, допустим, к бомбардировщикам. Потому что они умирают буквально с одного выстрела. И также у них есть Т1 артиллерия, как и у всех других рас. Эта артиллерия отличается тем, что у нее самый высокий показатель урона за стоимость вообще в игре. То есть это самый ДПСный за свою стоимость юнит. Это, конечно, редко удается применить. Но в плане, допустим, если дропнуть на транспорте противнику, оппоненту, такую вот хотя бы 6 артиллерий, они могут достаточно быстро вынести какие-то важные постройки. У них 100 ДПСа. За их крохотную стоимость 36 масс. Но при этом у них очень маленькая радиус сплэша. Самый маленький радиус сплэша. Дальше. Т2 юниты. Т2 юниты тоже уникальны у них тем, что у них много ховерных юнитов, которые могут, опять же, передвигаться по воде. Это флаг, который стреляет сплэшем, как и у других рас. Это мобильный щит. Тоже он небольшой, как и все щиты ЭОН. Он небольшой. У них самые маленькие щиты, но достаточно плотный. Плотнее, чем у ФЗ. Ну и пламя, блейзы. Такие неплохие танки. Их уже несколько раз апали. Поэтому их достаточно прикольно использовать на каких-то водных картах для рейдов. Ну и даже для пушей. Также у них на Т2 стадии есть уникальная ТМДшка. ТМДшка это такая постройка, которая защищает вас от тактических ракет. Например, ну вот если взять того же командира ФЗ, который я показывал. У него есть такая мини-ядерная ракета. И обычная тактическая ракета. Это все является тактическими ракетами. Да, просто Белинюка, она сильно взрывается больно. Вот. Также тактическими ракетами считаются, ну, ракеты выпущенные из шахт. Да и в целом все ракеты, о чем я говорю, все ракеты, кроме ядерных. То есть даже ракеты, выпущенные из Т2 мобильных ракетниц, тоже будут блокироваться ПРОшкой. Немножко вас запутало получается. Чем она особенная? Она выпускает тепловую ловушку. В отличие от других ракет, которые пытаются расстрелять ракету, она выпускает тепловую ловушку. И, причем, на эту тепловую ловушку могут среагировать сразу же несколько ракет. В этом есть главное отличие. К примеру, если 10 ракет полетят одновременно, ну, в радиусе поражения этой ТМДшки, ПРОшки, то она перехватит их все сразу. В то время как в единственном экземпляре, допустим, Кибранская, перехватит там одну или две. Но при этом у нее небольшой радиус поражения. У других рас радиус поражения немного больше. А при этом у нее, ну, ХП поменьше. Но это такой же тоже нюанс. И та же самая Белинюка, да, вот у командира, что тоже стоит важно помнить. Многие об этом не знают. Белинюка требует в себя 4 попадания противоракетной обороны. В то время как, опять же, Эонская всего лишь выпускает один шарик. Тепловую ловушку, которая его сразу же перехватывает. И у них есть на Т2 стадии управляемая ракета. Ракета Камикадзе, она же Мерси. Она носит гигантский урон. И буквально 5 Мерсей на ранней стадии игры могут уничтожить командира. Но при этом у них всего лишь 10 ХП. Они, ну, то есть, умирают от абсолютно любого выстрела. Вот. У них, они не могут никак заправляться. У них, то есть, кончается топливо, в отличие от каких-то других. Ну, допустим, если у этого бомбера пошевелись, у него начинает скончаться топливо. Но как только он сядет, у него топливо начнет восстанавливаться. А вот у Мерсей такого нет. То есть, ну, в целом, она может, допустим, 20-километровую карту перелететь. И на этом топливо у него закончится. Ну, и после... Ой, слишком быстро ускорил. После того, как она, точнее, залетает в цель. Она сама уничтожается, превращается в снаряды. И... С самонаводкой попадает в цель. Как-то так. На Т-3 стадии у них есть из уникального такая разведывательная постройка Глаз Рианы. Он позволяет за существенную достаточно энергию в секунду, 5000 в секунду, она позволяет увидеть какой-то кусочек местности. Происходит это вот таким образом. Причем, каждое следующее наведение стоит вам 10 тысяч энергии. То есть, у вас должно быть хранилище энергии. Без хранилища не хватит, чтобы использовать эту клавишу. Ну, и можно отключить просто это. Ну, и еще есть сразу же полезная фишка. Если кто-то будет более опытный смотреть эту игру, тоже не все знают. Когда вы выбрали эту функцию, можете зажать shift и очень быстро просматривать всю базу оппонента. Но энергия, видите, как быстро кончается. Желательно иметь неплохой запас, неплохой приток энергии. Сама постройка достаточно дохлая, 250 хп всего лишь. От любого осколочка она сдохнет. При этом стоит очень дорого. 3000 массы. Из наземных юнитов у них есть такой сразу же уникальный юнит, как дизраптор, освободитель. Это тоже, кстати, ховерный юнит. Можно использовать его против тех же мощных ОФЗ-шных щитов морских. У него большой радиус поражения. Его уникальность в том, что она наносит гигантский урон по щитам. 500 ДПС в секунду за свою небольшую стоимость. Но при этом она не наносит практически урона по другим юнитам. То есть по другим юнитам у нее урон 5, по-моему, всего лишь. Даже 1300 у нее урона по щитам пишут. В общем, там ДПС, по-моему, за 500. У них есть снайпера, что есть только у двух рас. И снайпера достаточно сильно отличаются. Снайпера ЭОН отличаются тем, что они побыстрее, поточнее. Хотя, казалось бы, снайпера должны в точку всегда стрелять. Но у снайперов все равно есть точность. Побыстрее, поточнее. У них 950 разовый урон. Стреляют они раз, по-моему, в 5 секунд. И мобильная Т-3 артиллерия у них тоже особенная. Она может стрелять на ходу, в отличие от других рас. Плюс урон наносится по типу горения. То есть, как вот мы видели у ОФЗ-шного бомбера. Он кидает бомбы и какое-то время наносится урон в секунду. Таким же образом наносится урон от ЭОНской артиллерии. Только там зеленый снаряд. Т-3 воздух у них есть из особенного. Это Т-3 торпедный бомбардировщик. Он очень быстрый, он очень плотный по сравнению с Т-2 бомбардировщиками. И у него гигантский разовый урон. 4000 урона. 4 торпеды, каждая по 1000. Если сравнить с самым высоким уроном бомбардировщика. Это ЭОНский тоже бомбардировщик. У него 3450 урона. Хотя, я думаю, 3500. Вот. То есть даже больше, чем у бомбардировщика. При этом они быстрее летают, чем у бомбардировщики. Скорость их. Это ладно, неважно. Все равно будет непонятно. Но при этом, да, бомбардировщик, как я сказал, имеет самый большой урон среди других соответствующих бомбардировщиков. Но при этом у него самый маленький сплэш. Как и у многих других юнитов, да. Опять же повторюсь, у ЭОНской Т-1 артиллерии самый маленький сплэш. У Т-3 бомбера самый маленький сплэш. У ЭОНской артиллерии вот это самый маленький сплэш. И даже у Т-3 стационарной артиллерии, среди других артиллерий, тоже самый маленький сплэш. Сплэш примерно такой. Для сравнения, сейчас наведу на Кибранской вот этот завод. Ну как видите, только-только он помещается в радиусе поражения этой бомбы. Если взять самый большой сплэш, например, у Кибран, то разница становится слишком очевидной. И поэтому ради сплэша использует именно Кибран. Но пока что про ЭОН. У них есть также единственный в игре ПВО-штурмовик. ПВО-штурмовик, у него неплохой урон. У него ХП столько же, сколько и у ФЗ-штурмовиков. То есть 6 тысяч. Стоит им, правда, подешевле. И у него неплохой урон по истребителям. Правда, за свою стоимость, то есть соотношение цена к качеству ПВО-юнитов у истребителей все равно лучше. Но при этом это такой юнит универсальный, можно сказать. Он может и по земле полупить, и по воздуху пострелять. ЭОНская Т-3 артиллерия. Самый маленький сплэш, но самая высокая точность и самый высокий разовый урон. Разовый урон у нее высокий 12 тысяч. При этом она стреляет в 2 раза реже. Если взять, допустим, ОФЗ-шную Т-3 артиллерию, то у нее разовый урон всего лишь 5 тысяч. То есть в 3 раза меньше, или 5 500. Но при этом она стреляет в 2 раза чаще. То есть ЭОНская артиллерия в этом плане очень хороша. Но, скажем так, не идеально. Из-за своей редкой такой скорострельности. Экспериментальные юниты. Ну, первый это, конечно же, колосс. Это штурмовый экспериментальный бот. Особенность. Тут, пожалуй, я расскажу не то, что это там что-то лучшее, а просто упомяну все эксперименталки. Всех раз я вот так вот решил. Колосс хороший урон. С основной пушки. Это вот из глаза у него стреляет такой луч. При этом он не может стрелять назад. То есть он не может голову повернуть там больше, чем на 90 градусов влево или вправо. И плюс вот эти вот кошачьи лапки, они могут притягивать Т-3 юнитов. То есть таким образом добавляет себе достаточно неплохой ДПС по Т-3 юнитам. Ну, я имею в виду Т-3, потому что именно Т-3 имеет больше всего ХП. А колоссу без разницы, что притягивать. Он как бы уничтожает Т-3 юнитов с первого притягивания, скажем. Прямо с первого попадания. Что можно сказать? У него достаточно много ХП. Но урон ДПС не самый высокий. Сальвейшн. Сальвейшн. Ладно, сначала про царя. Воздушная эксперименталка. С недавних пор тоже достаточно неплохо ее апнули. Суммарный ДПС у нее самый высокий. Минусы то, что она из воздушных эксперименталок самая медленная. Но при этом, как я уже сказал, ДПС, то есть урон в секунду у нее очень высокий. Плюс она неплохо отбивается, лучше чем другие эксперименталки отбиваются от истребителей. То есть у нее хорошее ПВО. Также она может строить воздушные юниты в себе. Так же, как и Атлантис ОФЗ. Т-1, Т-2 и Т-3. Может в себе хранить юниты и при этом еще и чинить. Видите, слева здесь вот написано аэродром. То есть может чинить юнитов. Радар есть. Вот такой достаточно универсальный тоже юнит. При этом у него самый высокий урон от падения. То есть когда он упадет, после того, как его сбили, он еще нанесет гигантский урон по гигантской площади. То есть площадь поражения у царя при падении тоже очень высокая. Поэтому можно иногда его использовать как такой Т-4 Мерси. Но обычно Т-4 Мерси говорят про вот этот бомбардировщик, экспериментальный Серафим. К нему потом попозже. Ну и есть такие два здания экспериментальных. Первое это Парагон. Парагон дает вам бесконечное количество ресурсов. Но если быть точнее 10 тысяч материи в секунду максимум. Обычно этого хватает, чтобы реализовать все свои грязные планы. И построить все что угодно на 10 тысяч материи в секунду. Сам Парагон стоит 250 тысяч материи в секунду. Но обычно, когда у вас появляется такая штука, вам как правило не хватает билд пауэра. То есть строительной мощи. Ну и она еще дает... Ну по энергии можно сказать, что он дает бесконечное количество энергии. Потому что такого предела в миллион энергии в секунду обычно не удается достичь. Как правило упирается все именно в массу. И есть Саливейшн. Это достаточно дорогая Т-3 артиллерия. Самая скорострельная артиллерия в игре. Ее скорострельность... Один выстрел в 3 секунды. Если обстраивать ее генераторами дополнительно. То скорострельность увеличивается до, по-моему, полтора. Точнее один выстрел в полторы секунды. Это достаточно быстро. Но сама по себе по эффективности, да. То есть она не такая уж и крутая. Наверное, по эффективности худшая из артиллерии. Соотношение цена-качество. Потому что ее снаряды как бы делятся многократно на микроснаряды, которые наносят сами по себе не такой высокий урон по небольшому сплэшу. Поэтому даже в подсказках при загрузке карты пишется, никогда не строите Саливейшн до того, как у вас не появится парагон. Саливейшн хорош только в том, что его можно быстро построить, если у вас много массы. То есть он требует мало билд-пауэра. Небольшое количество инженеров может даже достаточно быстро построить вот такую дорогостоящую штуку. Поэтому и всегда стройте Саливейшн только после того, как у вас появился парагон. Ну, ни в коем случае не по-другому. В ином случае лучше, ну, допустим, если у вас много массы и вы хотите построить артиллерию, строите Мавр. Ну, либо какие-нибудь Т3 артиллерии. Про флот Эон. У них самый худший фрегат пока что в игре, пока что не проводилась баланса. У них... Они очень дорогие, 290. Если сравнивать, допустим, с фрегатами Кэбран, которые стоят 250 массы в секунду. Просто массы. Этот стоит 290, при том у него второе с конца количество хп. И у него нет никакого ПВО. Микроплюсы, что у него есть слабенькая защита от торпед. И небольшое преимущество по рейнджу. Если сравнивать, допустим, с Кэбранским фрегатом. Ну, радиус незначительно больше. У них зато есть Т2 самый лучший флот. Это Эонские дестройеры. Именно из-за них флот Эон Т2 стадии считается лучшим. Благодаря... В основном благодаря... Я, кажется, забыл про Т2 стадию. Нет, не забыл. В основном благодаря своим уникальным торпедам. А именно у них вообще два вооружения. Это подводные. Торпеды и глубинные бомбы. Глубинные бомбы имеются только у Эон. В частности, они имеются именно у Т2 от этого дестройера. Они имеются у Т3 экспериментального. Линкор-прототип. Он же Tempest. Осадный. Осадная такая. Можно сказать, я не знаю, что это бублик такой осадный. Ну и у Т2... Т2 торпедных бомбардировщиков у них тоже не торпеды. А именно... Глубинные бомбы. В чем плюс этих глубинных бомб? Что на них не действует защита от торпед. Это очень круто. Поэтому у них очень хороший ДПС именно по подводным юнитам. Ну и также у них хороший разовый урон. Перезаряжается достаточно долго. Но урон сам по себе достаточно высокий. И радиус поражения тоже достаточно высокий. В Т3 стадии линкор... Чем отличается от других линкоров? Что у него самый маленький радиус поражения. В отличие, допустим... Ну вот, если сравнить с линкором ОФЗ... Вот это вот внутренний радиус, который появляется. Это радиус поражения эонского линкора. В полтора раза меньше. О, 110. 110, да. Все-таки не в полтора. В общем, 110 радиус поражения. В то время как у ОФЗ линкора 150. Но при этом самый высокий ДПС этих пушек. И при этом он еще самый быстрый. То есть им лучше уворачиваться от снарядов. Чем, допустим, тем же ОФЗ-шным линкором. Который поворачивается и двигается намного медленнее. Ну, вроде как-то немножко хуже. Но вроде немножко лучше. Плюс у него скорость полета снаряда самая высокая. Что тоже, ну... Позволяет ему... Позволяет вам, точнее... Неплохо использовать микроконтроль по отношению к этим юнитам. Ну, и экспериментальный осадный юнит на водный Tempest. Стреляет очень редко, но очень больно. Вот видите, полетели вот эти глубинные бомбы. 8000 урона за залп. Ваншотит морские щиты ОФЗ, например. Что важно знать, понимать. Радиус поражения такой же, как у линкора. ОФЗ-шного 150. При этом может строить Т2, Т1 морские юниты и Т3 инженеров. Ну, и с приятных бонусов он может погружаться под воду. Когда у вас, допустим... Вас начинают внезапно окружать какие-нибудь Т1 кораблики. Например, фрегаты. Которые очень эффективны за свою стоимость. Цену, качество, точнее. Ну, может без проблем спрятаться под воду. И... И уплыть. Ну, и в целом про Ион все. Далее идут Кибран. Кибран, как я сказал, уже у них самое маленькое ХП. Но при этом одним... Если охарактеризовать их одним словом, это Вижен. То есть... Обозревание. Родары. Селсы. Все, что связано с Виженом. Не знаю даже, как по-русски сказать по-другому. Неважно. Есть у них стелс-технология. Ну, как и у других рас. Но у них намного больше юнитов обладают этим стелсом. Например... Например... Нет, у них, по-моему, не стелсом. Да, как видите, вот этот один разведчик, он... У него есть невидимость для оптики. То есть... Он типа прозрачный для обычных юнитов. Но его видят радары, например. Это может вам иногда пригодиться. Также... Ну, сперва, да, про командира. Командир у них на ранних стадиях считается самым слабым. Из-за того, что у него, во-первых, меньше ХП. Во-вторых, у него нет ни одного апгрейда на ранней стадии, который увеличивает ему ХП. И при этом еще и, ну, у других рас, допустим, есть возможность сделать апгрейд на пушку. И на другом слоте у них, как правило, есть апгрейд на технологии. То есть Т2, Т3, которые тоже добавляют ХП. Но у Кибран эти технологии в одном слоте. То есть выбирать либо Т2 командира, либо командира с пушкой. Вот. Но у них есть плюс в том, что можно вкачать достаточно дешевый стелс. И тоже пытаться кайтить вражеских командиров, поскольку радиус поражения, видите, вот этот красный, он больше, чем радиус обзора. Можно поймать такой момент, когда прямым виженом вас не видят, вашего командира со стелсом. Прямым виженом не видят, но вы находитесь в радиусе поражения. Но при этом, по-моему, стрелять не будут, потому что, ну, радара вас не могут обнаружить. Но это микро-плюс, конечно. Зато Кибранский командир обладает такими уникальными апгрейдами, как лазер на командире и торпедный аппарат на командире. Торпедный аппарат часто используется на Т1, Т2 стадии, в каких-то морских картах. Позволяют достаточно в большом радиусе, вот по этому зеленому радиусу, он позволяет достаточно быстро выносить Т1 и Т2 корабли. Часто этот апгрейд используется в совокупности со стелс-апгрейдом, чтобы вас не видели под водой. И технологическим апгрейдом, чтобы у вас было больше хп и вы могли отстраивать там какие-нибудь зенитки, еще что-то, чтобы вас под водой не заснайпили. И апгрейд на торпеды не зависит, дальность стрельбы торпедами не зависит от апгрейда на пушку, которая увеличивает радиус стрельбы. Но есть также второй апгрейд на лазер, который добавляет вам очень мощный лазер, 4000 урона в секунду. И на него уже влияет как раз таки апгрейд на вот этот дальность стрельбы. Лазер, между прочим, точно такой же по силе, как и лазер у паука. 4000 в секунду точно так же. Вот, и это позволяет командиру Кибранскому быть очень мощным таким рэмбо-ботом, рэмбо-командиром, который может практически безнаказанно защищать свою базу, потому что его не смогут обнаружить из-за апгрейда на персональную генератор невидимости. То есть оптическая необнаружимость, то есть на первом уровне здесь у вас дешевый апгрейд на стелс, необнаружимость, то есть для радаров. А тут для радаров и оптическое обнаружение. И вас могут обнаружить только омни-сенсоры, которые есть, ну, далеко не у многих юнитов. Вот, и вы можете очень быстро там сжигать врагов. Но есть еще комбинация апгрейдов, это телепортация. Телепортация. Телепортация и лазер. Таким образом, часто Кибранские командиры отправляются к врагам на базу в попытке быстро уничтожить, допустим, какую-то важную постройку или заснайпить какого-нибудь командира. Вот, но минус в том, что отправляясь к врагам, максимум, как вы можете улучшить свое хп, это прокачать Т3 и у вас будет там 13 с половиной тысяч хп. Вот, ну и часто такой телемазер это называется, заканчивается дорогой в одну сторону. Далее, на Т1 стадии, как я сказал, самый, ну не на Т1 стадии вообще, то есть у Кибран самые слабые хп у зданий, ну и у многих юнитов. При этом у них, практически у всех зданий есть регенерация. Например, вот это вот Т1 здание, регенерация 9 в секунду. Кого еще есть? Не у всех зданий, но вот у многих. Вот, ворты нет, например. Вот, доходит, по-моему, до 40 или даже до 80 регенов в секунду, там, на Т3 зданиях. Также у них есть приятная штука, ради которой часто просят Кибранского Т2 или Т3 инженера, это Хайвы. Хайвы это такая инженерная станция, у него очень высокий билд пауэр и достаточно неплохой радиус действия. Ну и как вы можете понять, что примерно то же самое есть у ОФЗ, вот эти дрончики. Но их минус в том, что у них маленький радиус строительства по сравнению, видите, с радиусом желтым Хайвов. Но Хайвы при этом не могут сами по себе передвигаться, как дроны. В отличие от, опять же, дронов, Хайвы могут мгновенно менять, ну, точку строительства, точку помощи. Допустим, с этого завода могут резко поменять на какую-то постройку здесь, в то время как дрону придется летать от одной точки в другую. Поэтому Хайвы еще стоят, ну, цена-качество, цена за билд пауэр у них ниже, чем у дронов. И поэтому чаще выбор делается именно в сторону Хайвов. Именно благодаря их вот такой резкой смене целей. Также у Кибран, что неудивительно, самая сильная стелс-генератор маскировочного поля, то есть генератор стелс-поля. Самый сильный в плане, у него самый большой радиус действия. В этой площади могут поместиться очень много всяких зданий, юнитов. При этом он самый дешевый и потребляет меньше всего энергии, и при этом еще быстрее всех строится. Очень классная штука. Можно буквально штуки три таких щита построить и закрыть, наверное, практически всю свою базу или даже базу своих союзников. Но при этом у Кибран нет абсолютно никаких мобильных щитов, в отличие от других рас, у которых есть там Т-2 или Т-3 мобильные щиты. У них нет никаких мобильных щитов. Но зато у них есть мобильный стелс-генератор. Опять же, защита от радаров. То есть можно незаметно подкрадываться к врагам с помощью вот таких стелс-штучек. Щитов у них нет мобильных, но зато есть стационарные щиты, которые апгрейдиваются аж на пять уровней. Но не стоит тут как бы путаться. Все эти апгрейды щитов, они стоят достаточно дорого. По сравнению с какими-нибудь, допустим, серафимскими щитами, да, которые стоят всего лишь 700 массы. Апгрейд этого щита в последнюю стадию будет стоить вам намного дороже. При этом у них достаточно будет небольшой радиус купола. И маленькое количество хп на щите за их стоимость. Но также у них на Т-2 стадии есть такая прекрасная мобильная бомба. Мне кажется, она немножко недобаланшена. Но, то есть, ну, я считаю, что достаточно слабый у него урон пока что за ее стоимость. Но фишка в том, что она для врагов оптически необнаружима. То есть, как вот этот вот. Точно так же, как и вот этот крот, наземный разведчик, да, только почему-то визуально для вас он такой, типа, прозрачный. А жучок, он визуально не прозрачный. Хотя, по идее, должен был бы быть. Вот. Но механика одинаковая. Он невидимый для оптического обнаружения, но видимый для радаров. Он быстро передвигается и больно взрывается. Т-3 стадия, опять же, фишка с виженом. У них есть такая штука, как система мониторинга периметра. Достаточно дорогое здание, которое позволяет вам... Ну, вот я сейчас ускорил на максимум игру. Позволяет в гигантском радиусе получать абсолютный вижен всего. Стоит, я сказал, достаточно дорого, но при этом он достаточно быстро строится. Ну, и она такая же дохлая, как глаз Рианы. То есть, всего лишь 500 хп помирает от любого чиха. Классная штука. Тоже часто просят кибранского инженера. Только ради вот этого системы мониторинга периметра. Уникальный Т-3 воздух тем, что каждый Т-3 юнит воздушный кибранский имеет на своем борту стелс. Абсолютно не обнаружим для радаров. Очень классно. Особенно для... Особенно для истребителей. И в первую очередь для бомбардировщиков. Потому что бомбардировщики в лейт стадии могут пролететь буквально у вас под носом. И вы этого можете не заметить. Вам везде нужен какой-то прямой вижен, чтобы это все дело контрить. Чтобы видеть эти бомбардировщики. Да, у них самый слабый урон. Но не настолько слабый, чтобы их не использовать. Все-таки намного важнее, что ваших бомбардировщиков просто не обнаружат до момента залпа, например. Но зато гигантский сплэш. То есть в сумме стелс плюс гигантский сплэш этих бомбардировщиков делать их, наверное, одними из самых используемых и самых, наверное, крутых бомбардировщиков в игре. Вот. И разведчики просто имеют стелс. Т-3 штурмачи тоже достаточно плотные. Стоят как ОФЗ штурмовик, но ДПС у них поменьше. Но при этом они стелсовые, то есть той же их не видно радаром. Истребители также стелс. И что важно в воздушных битвах, эти истребители могут вылететь где-то из тумана войны сбоку. А в воздушных битвах очень важно, чтобы именно вы наносили первый выстрел. Вот. И могли грамотно занять позицию, зайти в хвост противнику. Это очень важно. И тогда ваши воздушные баталии будут с легкостью выигрываться. Вот благодаря кибранским истребителям такие баталии можно очень грамотно выигрывать. Но для этого, конечно, нужна достаточно такая существенная практика. И кибранская Т-3 артиллерия отличается от других артиллерий тем, что она, в отличие от ионской, допустим, самая быстрая. Если ионская стреляет один выстрел в 20 секунд, то кибранская артиллерия стреляет один выстрел в 7,7 секунд. Но при этом, если обстроить генераторами, то там будет что-то типа порядка... Один выстрел в 3,5 секунды. В общем, стреляет очень быстро. А также у нее достаточно высокий сплэш. Как видите, здесь перезарядка намного быстрее идет. Почему-то я... А, я не могу атаковать. Да, вот можно здесь сравнить. Вот на этой группе леса, допустим, да. Как раз покрывает группу леса. А ионская артиллерия... Блин. В общем... Да, видно, что у ионской артиллерии поменьше сплэш. Можно я просто отодвинуть же. Да, буквально в 2 раза меньше, но по площади раза в 4. И кибранская артиллерия, как правило, намного лучше себя показывает на каких-то небольших картах. Потому что она самая косая арта в игре. То есть у нее большой очень разлет снарядов. В то время как у ионской достаточно хороший. Вот. И почему стоит использовать ее чаще на небольших картах? Потому что... Ну... На 10-километровых картах, то допустим, вот на 20-километровой карте у нее радиус стрельбы... Может не доставать до каких-то частей. И на максимальной дальнейшей стрельбы разлет слишком большой. А вот на 10-километровых картах разлет не такой большой. И кибранская арта будет очень часто попадать именно хотя бы по щитам. И тем самым наносить достаточно существенный урон. Именно по плотным застройкам противника. Вот. А также плюс скорострельности на таких дистанциях является в том, что... У щитов есть такое свойство регениться. При этом реген включается не сразу. У большинства щитов реген включается через 3 секунды после нанесения урона. Вот. И... Таким образом... Чем чаще стреляет ваша артиллерия, тем меньше времени будет регениться этот щит. То есть по нему попали, реген прекратился на 3 секунды и потом только начинает регениться. Вот. А айонская артиллерия, она будет попадать. Да, будет больно бить по щиту, но намного дольше при этом щиты будут регениться. Поэтому кибранская на маленьких картах, я думаю, это основной выбор от этой артиллерии. Также у кибран есть одна из самых популярных эксперименталок в игре. Это Манки Лорд. Она из наземных эксперименталок самая дешевая. При этом у нее есть хороший такой бонус, что... У нее пушка. Помните, в отличие от колосса, который не может голову назад повернуть пушку. У него вращается во все стороны. При этом у лазера самый высокий ДПС по наземным целям. Но радиус небольшой при этом. И также у паука есть такая особенность. У нее есть стелс-поле. Которое по размерам, видимо, совпадает. А, да. Вот видно вот здесь вот эту оранжевую линию. По размерам она совпадает с радиусом огня этого Манки Лорда. Она может скрывать. Эта стелс-поле может скрывать себе от радаров и других наземных юнитов. Ну, то есть, грубо говоря, в этого паука засунули вот этого жулика. Только радиус стелса чуть побольше, чем у жулика. Вот. И Манки Лорда меньше всех ХП. Хотя нет, у Толстяка поменьше еще ХП. Но из штурмовых у Манки Лорда именно меньше всего ХП. Но за счет его неожиданного появления где-то в каком-то тылу противника, может достаточно быстро выжечь какого-нибудь командира. Также у них есть еще и вторая наземная эксперименталка, что нет у других рас. Это Мегалит. В отличие... Это тоже как бы осадная такая эксперименталка, как и Толстяк. Вот. Но у него не такой высокий радиус поражения, как у Толстяка. Но при этом у него очень много ХП. Та самая мощная по ХП эксперименталка наземная. 110 тысяч ХП. При этом она может, кстати, строить также юнитов в виде такого откладывания яиц, так скажем. При этом ей нужно стоять на месте. Не очень частая фишка, но иногда ее все-таки используют, чтобы получить... Допустим, какого-нибудь инженера на поле боя. Музыка резко сменилась почему-то. Но также у них есть и самая жирная воздушная эксперименталка. Это Soul Reaper. Это такой экспериментальный штурмовик. При этом он самый дешевый экспериментальный юнит, ну и при этом самый плотный. Достаточно классная штука. Скатис. Скатис это экспериментальная артиллерия. Строит дороже, чем Salvation. И имеет огромный радиус поражения. Но это не один снаряд сюда падает. Это падает сразу же множество снарядов. В хаотичном порядке. Падает по большому радиусу. И каждого из снарядов просто гигантский радиус поражения. Самый большой радиус, кстати, поражения одного снаряда. По сравнению с другими артиллериями. Стоит дорого. Может передвигаться, в отличие от других экспериментальных артиллерий. Передвигается достаточно медленно, но... В целом тоже достаточно часто ее строят. И очень хорошо работает на картах. Где база, например, как на Ситоне, достаточно такая широко разбросанная. Видите, здесь масс-экстракторы. Очень широко расположены друг от друга. Но плохо работает на картах, которые... У которых база помещается, ну, в небольшой квадрат. Допустим, как на Дуалгейпе или на Астрократере. Там все масс-экстракторы. Там 6 или 8 штук расположены очень близко друг к другу. И все основные здания располагаются вокруг этих масс-экстракторов. И от скатиса очень просто защититься. Если у вас просто будет там стоять 1-2 щита. Которые вы просто не сможете пробить. Потому что их будут постоянно вычинивать. Ассистить союзные инженеры каких-то их. Вот, поэтому скатис лучше работает на каких-то более обширных картах. Далее. Флот. Самый лучший Т1 флот именно у Кибран. Дешевый. И в это же время самый ДПСный фрегат. Больше ничего сказать не могу. У него хороший ДПС даже по воздуху среди фрегатов. Вот. Очень-очень классная тема. То есть даже бывает берут Т1 инженера. Только ради того, чтобы строить Т1 фрегатов Кибранских. Т2 флот у них тоже достаточно такой прикольный. Во-первых. Опять же. Есть у них мобильный генератор маскировочного поля. Который. Скрывает юниты как с радаров. Так и с гидролокаторов противника. Есть подводная лодка с персональным стелс-генератором. То есть у нее нет поля. Но у нее есть именно персональный генератор стелса. Их не видно на радаре. На гидролокаторах. Крейсера у них тоже отличаются от других крейсеров. Других рас. Тем, что крейсера могут стрелять прямой наводкой. Пушка у них приблизительно похожа на пушку эсминцев. То есть дестроеров. Примерно так же они стреляют. Сами по себе эсминцы не самые сильные. Но при этом у них хороший радиус поражения. И их фишкой является то, что они могут выходить на сушу. Для этого нужно нажать вот эту клавишу. Иначе на сушу он не выйдет. То есть должна быть включена функция выхода на сушу. По сушам передвигается даже медленнее, чем командир. Но это позволяет им выступать в роли такого мобильного осадного орудия. Часто используется для завершения игры. Ну, чтобы выйти на сушу на том же ситоне. И пройти подальше к базам. Начать их осаживать. А так же на Т3 стадии у них из особенного. То, что у них есть гидролокатор Т3. Который дает гигантский радиус стелса. Это самое большое стелс-поле. Причем он дает стелс не только для гидролокаторов, но и для радаров. То есть истребители союзные будут летать в этой области. Тоже будет невидимый для радаров. То есть у других раз тоже есть Т3. Я немножко правильно выразился. Но вот у Кибрана он еще и дает и стелс. При этом достаточно неплохо он быстро передвигается. Ну, еще забыл упомянуть здесь, забыл добавить, что Т3 подводная ядерная лодка у них тоже имеет персональный стелс. В общем, очень-очень много стелсов у Кибран. И от этой фишки можно очень неплохо отыгрывать. Ну и что ж, последний раз у нас Серафим. Немножко я тут. Кстати, за Ионы я забыл упомянуть про их сакушек. У их сакушек есть такой уникальный апгрейд. Это пожертвование. Сакрифайс. Позволяет вливать как бы всю массу из этой сакушки в какую-то постройку. Например, часто можно увидеть такую фишку. Ну, не часто, точнее. В основном сакрифайс используют для постройки быстрого колосса. Допустим, вы телепортировали 5 сакушек к врагу на базу. Начинаете строить колосса. И тут же нажимаете сакрифайс на этого колосса. И как видите, вся масса из этих сакушек переливается в этого колосса. И вы мгновенно получаете колосс, например, в тылу у противника. Очень классная фишка. А у Кибран из особенностей есть. Это то, что они тоже могут делать себе генератор оптической невидимости плюс стелс. Ну, еще у них есть такой необычный апгрейд. Это на ПВО. То есть у них встроенная Т3 зенитка, может быть, на командире. На сакушке, точнее. Ну, и на пушке у них есть стан. Который тоже можно проапгрейдить. То есть она оглушает Т1, Т2, Т3 юнитов. Далее, далее. Серафим. Серафим. Серафимский командир. Необычные апгрейды, какие у него есть. Во-первых, это очень мощный апгрейд на нано-репейр. На нано-репейр, который дает ему очень огромное количество хп. И не менее огромный реген. Который позволяет ему становиться мега-рэмбо-командиром. Втанковать в себя очень много урона. И в сумме с апгрейдом на сплэш. И увеличенный урон с главного орудия, который очень дорого стоит. И скорострельностью стрельбы и увеличением радиуса стрельбы. Это его делает прям мега каким-то кибергом-убийцей. Идет все выносит. Тоже можно часто увидеть таких командиров. Могут поконкурировать с эксперименталками. Наравне даже с невидимыми киберанскими командирами с лазером. Также у них есть очень классный апгрейд. Уникальный для их расы. Это реген аура. Которая, во-первых, чинит вражеских союзных юнитов. Извиняюсь. В достаточно неплохом радиусе. И вторая функция. Это добавляет им 20% хп. То есть два есть уровня. Ну обычно сразу же на второй прокачивают. Потому что стоимость их не такая разная. Ну и допустим вот этой сокушки. Вот у этой сокушки изначально было 0 регена. Теперь у нее 155 регена в секунду. Очень классная штука для вычинивания. Допустим в воздушных эксперименталах. Потому что они могут дать залп. Вот. И дать залп. Их там покоцали истребители. Они вернулись на базу. Покружили над вот этой реген аурой. Вычинились и полетели обратно драться. То есть бесплатная такая вычинка. Хотя другая вычинка в игре. Ну допустим обычный ремонт. Да. Вот эта вот клавиша. Которая есть у многих юнитов с билд пауэром. Она чинит за 75% от стоимости юнитов. Считаю что это достаточно дорого. В том же старкрафте вроде бы 25%. Всего лишь. И вычинка выглядит намного более разумно. Вот. Но регена аура как раз таки уникальный апгрейд. Для вычинки. Значит есть у них. Ох сакушка. Ладно сразу про сакушки скажу. То есть это Т3 стадия. Такая Т3.5 стадия. Часто сакушки серафимские используются в качестве телепорт сакушек. И можно увидеть такие наборы апгрейдов. Например апгрейд на щит. Который дает ей жирность. Плюс апгрейд на реген. Который дает ей жирность. И апгрейд на телепорт. То есть такая сакушка может телепортироваться. В тылы противника. И уничтожить там какую-то важную постройку. Например. Защиту от ядерных ракет. Вот. При этом у сакушки. Кстати в отличие от других сакушек. Изначально 400 дпс. Вместо 300. Как у других. Вот. Но. У серафимских сакушек. Нет апгрейда на ресурсы. Далее можно увидеть такой набор. То есть телепортация. Плюс тактическая ракета. Плюс скорость строительства. Такая сакушка может телепортироваться. Также в тылы врага. Но не в лоб так скажем. А куда-то в скрытое место. Допустим. В тылы под воду. Где будет сложно обнарушить. И она может запускать. После телепорта. Тактические ракеты. И также выбивать. Какие-то незащищенные постройки. Вот. После этого успешно смыться обратно. И есть третий тип. Сакушек. Это такая рэмбо сакушка. У нее. Есть апгрейд на. Дальность стрельбы и вижен. То есть. По сравнению с другими сакушками. Радиус вижена увеличен. Несущественно. Но. Именно вот за счет этого. Внешнего бородового радиуса. У нее есть хороший омни сенсор. Который позволяет обнаруживать даже. Вот таких вот скрытых. Кибранских командиров. У нее есть значит. Апгрейд на хп. Чтобы эта сакушка. Могла дольше жить. Который дает ей реген и много хп. И есть оверчардж. Как у командира. Тоже такой уникальный. Апгрейд. Который может наносить существенный урон. По т3 юнитам. И по. Экспериментальным юнитам. То есть такими сакушками. Можно буквально. У считанные секунды. Выносить каких-нибудь даже. Там. Манки лордов. Мегалитов. И так далее. Т1 стадия. Т1 стадия. В основном отличается тем. Что у них есть боевой разведчик. В отличие от других рас. Боевой разведчик. У него неплохой ДПС. Но он при этом не очень быстрый. По сравнению с другими разведчиками. Но в целом. Относительно других юнитов. Все равно достаточно быстрый. И у него есть классная фишка. Он может спрятаться. От радаров. И от оптического. От оптического обнаружения. В отличие от кибранского разведчика. Который прячется только от оптического обнаружения. Но от радаров спрятаться не может. Серафимский разведчик может. Но при этом он прячется только когда стоит на месте. То есть допустим при игре. На каких-то ленд картах. Наземных. В начале как правило. Высылается несколько разведчиков. На передовую. И прячется просто по карте. Чтобы они давали неплохую информацию. О происходящем. На стороне противника. И также у них есть. Такая классная артиллерия. Которая стоит дороже. Чем у других рас. 54 вместо 36. У нее хороший ДПС. У нее хорошая частота стрельбы. Один выстрел. Сколько? 4 секунды. И при этом. Она еще является ховерной. То есть она парит над водой. И ее часто называют скиллухой. Почему скиллухой? Потому что не требуется особого умения. В поздней стадии игры. Настроить миллиард заводов Т1. С которых будет выходить. 10 миллиардов. Вот таких вот Т1 артиллерий. Которые будут просто идти на врага. Без микроконтроля. И за счет неплохого ДПС. Они будут неплохо окупаться. И доставлять очень много боли противнику. Ну и также можно их посылать прямо через воду. На флот противника. Или просто на берег противника. И в общем это такая скиллуха. Когда у вас много массы. Прям очень хорошо работает. Забыл. Основное с серафимцами. Что ассоциируется. Это щиты. Щиты у серафимцев самые крепкие. Если у Кибран там стелс. ООН урон. ОФЗ это хп юнитов. То тут щиты. Щиты у серафим действительно самые прочные. Самые наверное выгодные. По соотношению цена-качество. Помимо прочности. У них еще самый большой радиус покрытия. И при этом. Еще есть такая скрытая характеристика. Если у вас допустим. Есть какие-то. Какой-то мощный билд пауэр. Типа допустим хайвы. Который вы нажмете на ассист этого щита. Когда этот щит будет коцать. Он будет восстанавливаться. С помощью этих хайвов. И вот у серафимских щитов. Самое выгодное соотношение. Самое выгодное соотношение. Затрачиваемой массы. К восстанавливаемому количеству хп. То есть серафимские щиты очень выгодно ассистить. По сравнению с другими. То есть Т2, Т3 щиты у них самые мощные. На Т2 стадии нет никаких особо выделяющихся. Отличающихся юнитов. На Т3 стадии у них так же как у Ион есть снайпера. У снайперов есть тоже необычная такая характеристика. У них два режима стрельбы. Как видите здесь два кружка у них такие. Вот первый режим стрельбы. Это вот этот красный. Красная линия. То есть у нас стреляет достаточно часто этот снайпер. И наносит по 550 урона. Но у них так же есть и второй радиус стрельбы. Это второй альтернативный режим. Который я назначил на ТАП. Снайпер становится медленнее. Но у него активизируется вторая пушка. Которая наносит 2000 урона за залп. То есть буквально шестью снайперами. Можно очень быстро уничтожить какого-то вражеского командира. При этом снайперы чуть более косые чем эонские снайперы. Ну и в целом то и все. И чуть более медленные. Также у них есть самая лучшая Т3 мобильная зенитка. Она немного дороже чем аналоги. Но при этом она не промахивается. И у нее залп в виде вот такого вот молнии. При этом она еще может стрелять по наземным юнитам. И ДПС у нее по наземным юнитам тоже такой достаточно неплохой. То есть против там Т1, Т2 юнитов такие зенитки могут неплохо обороняться. А также могут наносить дополнительный урон по... Ну если допустим нет воздушных целей. То вот по наземным целям они могут тоже достаточно неплохо наваливать. Вот. И на Т3 стадии у них есть единственный вообще в игре Т3 мобильный щит. У него больше всех ХП. Естественно среди мобильных щитов. Потому что Т3 он конечно потребляет... Что я? Кто-то нажал. 10 тысяч ХП у него есть. Радиус покрытия тоже достаточно неплохой. Ну и в целом сказать больше нечего. А, ну он ховерный. То есть он может передвигаться опять же над водой. Есть у них эксперименталки. Что удивительно, да? Как и в других рас. Есть штурмовая эксперименталка и Тота. У нее сразу же три пушки. Одна пушка стреляет пулеметом. Вторая пушка это такая вот сплэш из правой руки. Вылетает редко, но очень больно и метко. И есть шаровая такая вот молния, которая... У которой поменьше сплэш. Но при этом у нее 6000 урона сразу же. Достаточно больно стреляет. ХП не так много, но зато у нее самый большой радиус поражения среди штурмовых эксперименталок. То есть по сравнению с Колоссом и Пауком у этот радиус побольше. Есть у них тоже очень крутой Т-3, Т-4 точнее экспериментальный бомбардировщик. Очень большой разовый урон. По сравнению с Царем и Сол Рипером может наносить урон сразу же большой такой разовый. И при этом не залетать... Не залетать глубоко в базу противника. То есть Жуку, допустим, чтобы наносить хороший урон, нужно прям висеть над базой и наносить урон. Ну и Царю, естественно, так же. То есть Царю нужно прям непосредственно над целью висеть и... И прожигать. Но Ахваса при этом самое маленькое количество ХП по сравнению с другими воздушными эксперименталками. И при этом она самая быстрая. То есть она летает прям как бомбардировщик реально. И плюс Ахвасу часто используется в такой комбинации. Ну это уже как бы такая фишка. То есть делается залп и через секунду контролкашится Ахваса. И своим трупом она также наносит достаточно существенный урон. Если вы точно знаете, допустим, что ваша Ахваса не сможет зайти на второй заход. И вам нужно как можно больше, как можно быстрее наносить урон под щит. То есть вместо 11 тысяч от бомбы вы получите 21 тысячу урона в одну точку. Ну точнее в такую большую точку. И есть Елон ООС. Это мощная экспериментальная ядерная установка. Тоже такая единственная в своем роде. Перезаряжается одну минуту. Огромный радиус поражения по сравнению с другими ядерными ракетами. Огромный урон, который не переживает ни одно здание, ни один юнит в игре. Там миллион урона. То есть высокая скорострельность. Плюс ее можно еще ассистить хайвами. То есть 55 хайвов буквально ускоряет ее скорость стрельбы в два раза. Что конечно делает ее мега смертоносным орудием убийства. Плюс на ракету, чтобы ее сбить, нужно сразу же две ракеты против SMD. Стратегик. Защита от стратегических ракет. Короче сразу две ракеты такие нужны против нее. Что делает защиту от Елон и Оз очень сложной. Если ее заранее не обнаружили. И также можно сказать про эту эксперименталку, что она самая дорогая в игре по энергии. Она стоит 10 миллионов энергии. К примеру, парагон, который дает бесконечные ресурсы, стоит всего лишь 7,5. А маврак, к примеру, 6. Далее. Приближаемся уже к концу. Осталось немного. На Т1 стадии флота у них ничего особенного. Обычный фрегат. А Т2 флот у них тоже есть особенность. Можно было еще добавить сюда крейсер. Крейсер у них тоже немножко особенный. Он вместо ракет, вместо большого радиуса поражения ПВО, у него не ракеты, а рельсовая пушка. Которая, ну, стреляет по одному юниту, достаточно точные и снаряды очень быстрые. Плюс у него есть ПВО флаг. То есть это сплэшевый такой урон. Снаряд летят медленнее, но наносят урон по большой площади. Ну, и так же, как и у ОФЗ-шных крейсеров, у них есть такая дополнительная пушка. Это ракеты, которые стреляют на огромную дистанцию и делают из серафимских эсминцев очень-очень-очень хороший вообще юнит такой осады. Дестройер может погружаться под воду. И плюс у него вместо снарядов у него лазеры. Лазеры, которые не промахиваются, у них не очень хороший ДПС. Но за счет того, что они не промахиваются, в целом ДПС получается часто выше, чем у других эсминцев. То есть вы можете уворачиваться и не давать попадать по себе, но в то время как вы будете постоянно попадать. Ну и в случае угрозы можно нырнуть под воду, особенно эффективно, допустим, против Т2 флота ОФЗ-шного. Где он? А, его здесь нету. Потому что у ОФЗ-шного флота очень плохие торпеды. Вот. И можете из-под воды их расстреливать. На Т2 стадии вроде все. На Т3 стадии у них есть отличительные особенности какие? Линкор с виду вполне обычный, то есть такой же, как Кибранский приблизительно. А дальность стрельбы у него средняя, по сравнению там с Кибранским, с ОФЗ-шным и ООНским. Средняя. У него чуть быстрее летит снаряд, чем у Кибранского. То есть чуть быстрее, чем у среднего линкора. Но особенность такая, что он может заряжать на себе ядерную ракету. То есть как обычная ядерная шахта. Правда, заряжается она дольше. Вместо 5 минут, по-моему, все 7. Вот. И ядерный урон у него вместо 75-ти 30. Вот. То есть опять же может стать таким элементом завершения игры. Но при этом может заряжаться на ходу. Очень удобно. И есть Т3 боевая подводная лодка. То есть в основном Т3 подводные лодки у других рас это ядерные подводные лодки. А вот у Серафим нет ядерной подводной лодки. У них ядерный линкор. У них есть такая вот боевая подводная лодка. Очень популярная среди новичков. Потому что подводные юниты в кавычках не контрятся. В кавычках, в скобочках контрятся торпедными бомбардировщиками. Достаточно у них высокий ДПС. У них достаточно высокий радиус поражения. Также, когда они всплывают, у них очень хорошее ПВО. Что опять же может помочь им защититься от этих самых торпедников. Но ПВО без сплэша. Но при этом мало ХП. 4 тысячи всего лишь. И стоимость 3000 масс делает их достаточно уязвимыми при атаке на них. Вот. Ну плюс они плавают не так глубоко. Поэтому какой-нибудь вражеский линкор может стрельнуть над ними. Вот. И их уничтожить сплэшем. Не попал. Интересно, союзный сплэш их уничтожит. Ну, как видите, да, пробивает воду. И частенько бывает так, что просто линкоры их таким образом фокусят. Скажем так, не панацея, но новичкам нравится обычно. И кажется, на этом все. На этой замечательной ноте, на этой замечательной музыке Суприм Кавандра. Я надеюсь, что вам помог хоть как-то с выбором для себя начальной расы. Как я уже говорил в начале ролика, что все расы плюс-минус одинаковые. Нет никаких сверх-мега там особенностей. За каждую расу можно прекрасно обороняться. Также прекрасно продавливать и атаковать врага. И, конечно же, в Суприм Камандр это часто именно командная игра. Поэтому какие-то недостающие технологии вы можете просто попросить у союзника. Выбрав юнита и нажав тут у человечка рядом с никнеймом игрока, которому вы хотите его передать. Надеюсь, я вам был полезен в этот раз. Ставьте лайки и подписывайтесь, если хотите еще обучающего контента. А также пишите в комментариях, сколько я всего забыл. Ну, чтобы новичкам было что еще интересного подсчитать. Про какие-то особенности юнитов, характеристики и так далее. Спасибо за внимание. Всем удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok